Вяжут, 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 распускают, вяжут, 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 распускают, вяжут, 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 распускают. Всем привет! Какой кошмар вы видите, скажете вы сейчас. Да, и начнем мы с вами это видео с кашемира, но кашемира не простого, а распущенного мной. Я распустила аж две вещи, кардиган свой и сименс-свитер для того, чтобы связать нечто другое, что я покажу вам чуть позже, и мне будет очень интересно ваше мнение по поводу того, нужно ли вам будет описание в формате pdf, скорее всего, но это будет не построчное описание, а инструкция к свитеру, который у меня получился. Там есть свои хитрости, но об этом узнаете вы чуть позже. А сейчас я хочу пару слов сказать об этом распущенном мной кашемире. Распускаю я вручную, немножко используя машинку для скручивания мотков, когда нить идет хорошо. Кашемир в этом случае проявил себя как нельзя лучше. Очень легко распускался. Конечно же, тяжелое распускание наборного края, ну вот имитацией наборного края, всегда там нужно либо отстричь кусок, что с кашемиром жалко делать, либо нужно быть очень предельно внимательным и постоянно распускать, распускать эту нитку практически иглой. Вот что у меня получилось. Я его даже не отпаривала, и вы чуть позже увидите, что получается из связанного по второму кругу кашемира. Качество премиум, это кардив кашемир. И, конечно же, я его даже, честно говоря, не стирала до, а вот после того, как уже связала новое изделие, стирала. Поэтому потерпите и чуть позже увидите. Сейчас я вам покажу то, что у меня вяжется в плане подарков к Новому году. Это вот эти мои носочки, по которым у меня есть мастер-класс на канале. Лучше этой модели я не знаю, и я очень люблю их вязать на себя, на друзей. Прям для меня это идеально. Идеальная модель, когда пяточка вот так вывязывается отдельно, собственно. Вот на этом я сейчас вывязываю пяточку, и они у меня вот так пересекаются в цветовом плане. И этот уже постиран давно, причем я его еще в Германии вязала. А этот будет парой к вот этому первому, и он другой, видите, по цветам. Но так интересно получается, мне кажется, веселенькое. И можно будет с ботинками очень классно носить. Вяжу я их полностью на спицах, вот на этих трех. Это Crazy Trio от Ади, это относительная новинка, на которую я делала обзор, который вы ниже можете в видео найти. Вот и все, он уже у меня готов. И я его вчера постирала. Он сейчас совсем влажный. И вот, кстати говоря, о влажности. Всегда, когда изделие ваше влажное, в каких-то местах оно не совсем эластичное, не совсем такое, каким вы его хотите видеть. Вот эту дырочку мне надо будет зашить, это я еще не доделала. Здесь буквально подцепить ниточкой нужно будет. Не пугайтесь вот этой неэластичности, где-то кривизны, потому что оно еще сохнет. Дайте ему время. Это время, когда вы можете его подрасправить, подтянуть там, где вы хотите, где-то заблокировать. И не ругайтесь на него, так как многие сделали на мою сырую шапочку. Начнем мы с вами с пряжи, которая мне пришла из Краснодара от Вали. И я для себя выбрала вот такую альпаку с бутербродом, которая мне показалась, во-первых, очень красивой по цвету. Это 12 цвет зелененький, но на сайте, если вы будете выбирать, вы не ошибетесь. И я ее выбрала за расход. Я сейчас вяжу из нее свитер Сережи. Он, с одной стороны, будет самый простой, но, как мы знаем, самые простые базовые вещи, они самые сложные, потому что они должны хорошо сидеть, на них не должно быть никаких ошибок, потому что это сразу очень видно. Если изделие со жгутами, то всегда можно спрятать какую-то там погрешность под аран. В этом случае, когда вот такое полотно, оно должно быть, во-первых, ровное, однородное, без рядности. И вот эта пряжа, она с повышенной волосатостью, как я люблю, пушистенькая, и у нее прекрасный расход. Вот сейчас у меня ушло ровно два матка на спинку и перед. То есть я вяжу сейчас по кругу. Здесь удлиненная немножечко спинка, потому что на мужской фигуре мы знаем, что вещи сидят по-другому. Нельзя связать один и тот же свитер и надеть его как бы и на женскую, и на мужскую фигуру, потому что у мужчин шире спина, длиннее, собственно, спинка, грудь другая и росток другой. И, в общем, вот многие эти нюансы нужно учитывать и обязательно их вывязывать в архитектуре, собственно, изделия. Поэтому здесь на удлиненную спинку и, ну, средняя длина, то есть если по средней линии померить, это 40 сантиметров, у меня ушло два матка. Это прекрасный расход. Я надеюсь уложиться в четыре матка. Где-то треть, наверное, матка у меня уйдет на спинку довязать перед и росток плечевые швы. И вот, собственно, один моточек и часть оставшаяся у меня должна уйти на рукава. Я надеюсь, что мне этого хватит. Мне бы, естественно, не хотелось докупать, но если что, то, конечно, лучше будет докупать, хотя можно будет тоже как-то похитрить и где-то тут немножечко ужать и немножечко перевязать. Я думаю, что свитер в конце видео вы уже увидите готовым, ну, или в более масштабном варианте. Но вот такая пряжа, прям обращайте на нее внимание. Я подумываю себе заказать такую же и связать свитер с широкими рукавами. На самом деле, я вам покажу чуть позже свитер из пряжи. Свитер, который у меня не очень удался, и он у меня лежит сейчас в недовязах и ждет своего часа, чтобы его распустить. После таких неудач я всегда думаю, что нужно заканчивать экспериментами и вязать простые лаконичные вещи, потому что они всегда носятся, а всякие придумки, они не всегда работают. Но об этом поговорим чуть позже. И также у меня вот такие три вообще моточка. У меня еще один горчичный, но из него уже шапочка вяжется. Это тоже из магазина Суходол. Это у меня 100% меринос. Он очень тоненький для спиц 2-3 где-то, но из него шикарные кустошки вяжутся, поэтому я взяла себе три моточка. Может быть, вот из этого я свяжу двуслойную шапочку, такую бини, а из горчичного я вяжу сейчас кустошку. Вот моя кустошка. Здесь у меня 140 петель. В принципе, можно было даже меньше набирать, потому что эластичная пряжа. Я думаю, что она подвыпрямится после стирки, потому что сейчас она не очень однородная, но шапочка будет такая стандартная кустошка, собственно, на мастер-класс, по которой в бесплатном доступе у меня есть на канале. Только я сделаю здесь более лаконичное, простое закрытие. Под четыре клина буду убирать через ряд по две петли. И она у меня закроется и немножечко будет в таком стоящем положении по макушке головы. Вот, вяжу я ее двойной резинкой на спицах 2,75H. Ну, в принципе, вяжется быстро, и я думаю, она будет в хорошей форме очень долго. Такая пряжа, она по ощущениям очень сильно напоминает хлопок, несмотря на то, что это меринос. И еще у меня здесь две вещи, неспростая лежит. Вообще, я покажу вам три сейчас вещи, которые у меня все-таки являются фаворитами в моем вязании, и про которые я не могу не упомянуть еще раз, несмотря на то, что я про них уже рассказывала. Это то, чем я пользуюсь каждый день, постоянно ношу с собой. Это проектная сумочка от Айки. У меня есть целое видео, посвященное этим сумочкам. И она, ну, она незаменима, вот честное слово, потому что она очень удобная. До этого я, причем здесь что только не ношу, и блеск для губ, и мои наушники, и вот видите, резинки. Я до того, как приобрести эту сумку, я всегда думала, что они, собственно, не нужны. Но сейчас я уверена, что без нее войтись нельзя. Я сейчас не могу представить, чтобы я вязание просто бросила в рюкзак, и таким образом пошла просто. А потом вынула вязание в непонятном состоянии, с зацепленной петлей. Обязательно у меня всегда с собой эта проектная сумочка. Сумочка, и спасибо огромное Инге, девушке, которая создавала эти проектные сумки. У нее сейчас есть свое пространство, в котором можно прийти, повязать, попить чай. И можно даже как-нибудь организовать встречу, чтобы мы все московские вязательщицы собрались и повязали там. Поэтому, если это вам, кстати, интересно, то пишите в комментариях, может быть, мы что-то такое придумаем. Вторая вещь – это пенал от ArtSkill, который тоже постоянно со мной. Здесь все самые нужные инструменты. Не буду все подробно рассказывать. У меня тоже также есть видео на канале об этом пенале. Всегда в нем лежит крем для рук, что спасает сейчас в холодную погоду. И вот это две вещи, которые со мной постоянно, о приобретении которых я ни секунды не пожалела. И если бы меня спросили, что нужно купить начинающей вязальщице, помимо качественной пряжи и инструментов, я бы посоветовала эти две вещи и еще одну, которую я сейчас вам покажу. Это машинка для катышков. Я думаю, что очень многие на самом деле-то знают о ее существовании. Но я почему-то долго избегала приобретения покупки. Недорогой, причем они бывают разные, там от 300 рублей до 900, наверное. То есть, в принципе, один моточек пряжи, да, вот вы приобретаете. Зато это очень упрощает вашу жизнь. У меня вот такая от Philips. Я ее просто в видео купила. И я просто хочу вам показать, как она действует, потому что мне вот этого видео не хватало для того, чтобы принять решение о покупке этой машинки. Я всегда либо вот так вручную снимала образовывающиеся катышки, либо вообще не снимала их и забивала на это дело. Вот я сейчас вам покажу на примере вот этого пушистого свитера из кашемира. То есть, не надо бояться даже кашемировые пряжи обработать немножечко этой машинкой, чтобы они были в более ухоженном состоянии. Вот здесь видим катышки. Вот, собственно, таким образом очень легко они убираются, и любая вещь чистится и приводится в хорошее состояние. Вот здесь потом вы выкидываете все эти катышки. Поэтому вот эти три вещи, не задумываясь, приобретайте, если вы такой же, как я, любитель вязания. Вот какой свитерок готов для Серафимы. И здесь, конечно, было очень и очень важно соблюсти правила убавок, которые позволили бы максимально сохранить красоту рисунка, который в итоге переходит в такое горлышко. Сим, тебе нравится свитер? Кашемировый свитер. Подожди, зайка. Это значит, напомню, что это пряжа кардив, кашемир классический, который был распущен из кардигана. Я просто решила дать ему новую жизнь, и была распущена также кофточка для Симы из этого же кашемира. И вот он, посмотрите, как себя повел. Максимально качественно, я бы сказала, есть некоторые... Не надо, малыш. Есть некоторые вот такие неровности в полотне, но я бы даже сослала их не на вторичное сырье, а на то, что это именно свойство пряжи. У пряжи вот такое свойство, что она вяленькая такая и особо не держит ни резинок, ничего. То есть вот резинка 2х2, она превращается в полотно ровное. Я хочу дать шанс вот этой шапочке, конфликт, по которой разгорелся у меня под фотографией в инстаграме. Во-первых, она была еще сырая. Когда вы стираете, это пряжа Яку из магазина Вали Суходол из Краснодара. Она довольно быстро ко мне пришла. И когда вы стираете эту пряжу, она сильно очень вытягивается, петли прям растягиваются. И очень важно дать ей подсохнуть. Но все равно для меня это не идеальная пряжа, конечно, под спицы 2,75. Если вы любите на двойке вязать, например, то ниточка однозначно будет лежать лучше. И однозначно она будет вязать, лежать лучше в лицевой глади, что я и проверила. Вот, собственно, лицевая гладь, причем двойная. Это двойная шапочка. Она связана тоже из Яку, из зелененького и из желтенького Яку. То есть ее можно носить как с зеленой стороной, так и с желтой. Простое тут вот такое закрытие. Элементарное. Если хотите, я как-нибудь сниму по такому закрытию обзор, может быть. Мастер-класс, не знаю, как скажете. То есть петельки убавляются. Вот я вдоль двух убавляла петельки, располагая их к этим двум петелькам. И общее количество петель делится на 4 и через ряд убавляется. Вот, получается вот такая вот шапочка. Естественно, вот, Еси нравится эта шапка. Несмотря на все злостные комментарии, которые к ней писали, она такая любимица у нас в доме стала. Потому что и я ее люблю носить как кустошку. И Еся, которого мы наглым образом обрили, тоже любит ее теперь носить. И Сережа любит носить. В общем, мы вот любители вот таких простых шапок, без оранов, без каких-то коз. Сережка у меня сейчас постоянно носит вот эту. И, кстати говоря, вы вот можете видеть, что... Есть, подожди, что она немножко покрылась катышками, которые надо мне попробовать убрать машинкой. Вчера проходил маркет. Это вулл-маркет на флаконе. И я зашла туда. Это вообще прекрасное место, чтобы зайти и купить то, что вы хотите, чтобы не ждать потом понеделем. Вот эта пряжа, которую я вам уже показывала. Это альпака из вального магазина. Я ее купила себе еще. Потому что мне хочется связать и себе такой же вот свитер, как у Сережи, только такой более женский, с большими рукавами. Купила себе вот такой бальзам для рук от Taft. Вообще я всегда увлажняю руки. Сейчас вот у меня в театре премьера, и нельзя красить ногти. И он вот сделан в виде такого бальзама. Всегда можно увлажнить и кутикулу. И руки очень вкусно пахнут. Они с разными ароматами. Даже есть с томатом. Но мне вот достался под конец вечера, потому что там все быстро очень раскупают. Вот такой черный орхидея. Орхидея и ваниль, насколько мне понятно по аромату. Вот он, красавчик из... Тут две шапки у меня внизу стоят. Из альпаки. И про него можно говорить вечно, потому что он не так-то прост. Немножко вот мне бы его отпарить, но... Он такой красивый по цвету. Вот это вот хвой, хвойная такая ель. И это сережин свитер. Это полностью мужской свитер на женщине. Только если вот мне захочется какой-то оверсайз такой, он в принципе будет хорошо сидеть. Но здесь сделано очень много вещей для того, чтобы он идеально сел на мужчину. С широкой спиной, с такой горбинкой на спине, можно сказать. Ну, у мужчин вообще спина, естественно, больше, чем у женщин, да? И это надо учитывать. Давайте я расскажу вам вкратце, какие тонкости здесь есть. Здесь, во-первых, удлиненная спинка. Вы это можете... Да, да, есть, да. Что такое? Смотри, смотри. Здесь удлиненная спинка, которая вывязывалась укороченными рядами. И дальше он связан, в принципе, почти просто. Здесь набранный рукав после того, как связаны уже как бы перед и спинка. По поводу того расстояния переда и спинки. Они совершенно разные. Длина, ну, ширина спинки, она больше, чем ширина переда. Далее у нас укороченными рядами связан, естественно, росток и вывязано плечо, уклон плеча. То есть оно не ровное, оно вот именно вот такое. Здесь плечевой шов. Вот так сделаю. Его так максимально вот видно. Вот. И далее набранная рукава, связанная вниз. Я надеюсь, что я покажу в инстаграме, как он сидит на Сереже. Он у меня уже его носит. И вот видите, уже первые вот такие вот, можно сказать, катушки, которые неизбежные. Потихонечку они появятся. Я их уберу, и дальше свитер будет уже жить более такой свободной, полноценной, хорошей, полной жизнью. Субтитры сделал DimaTorzok